МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Несколько ДТП в Ростовской области. Одно из них со смертельным исходом. По данным госавтоинспекции, на автодороге Семикаракорск-Волгодонск столкнулись две отечественные легковушки. В результате водитель одного из автомобилей от полученных травм скончался на месте, второй получил травмы и был доставлен в больницу. В Милеровском районе водитель легкового автомобиля, не имея водительских прав, по предварительным данным, превысил скорость и въехал в опору ЛЭП. Пострадала пассажир, 16-летняя девушка. В Ростове-на-Дону на проспекте Шолохова водитель Мерседес-Бенц наехала на открытый люк, после чего не справилась с управлением и, выехав на тротуар, столкнулась с деревом. Автомобиль получил повреждения, пострадавших нет. Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидентов. Госэкспертиза одобрила проект строительства Западной Хорды. 12-километровая объездная магистраль соединит трассу Ростов-Таганрог с Западным мостом через Дон и станет частью Ростовского кольца. Западная Хорда – одна из трех важнейших составляющих будущего Ростовского транспортного кольца. Наряду с северным обходом Донской столицы и развязкой на трассе А-280. Планируется, что магистраль поможет в решении проблем загруженности городских улиц. Жители Таганрога, которые движутся куда-то, они транзитом не будут проходить через Ростов, они уйдут в объезд. Естественно, весь рузовой поток мы полностью сбросим на объездную дорогу. Я думаю, что это колоссально уменьшит весь трафик города Ростова. Потому что 40 тысяч автомобилей в сутки, все-таки по нашему расчету, я считаю, это хороший показатель для Ростовских городов. Строить Западную Хорду будут в два этапа. Первый участок, почти 7 километров, со стакадами и развязками, пройдет от трассы Ростов-Таганрог в районе Чалтыря до Кумжинской рощи. В данном проекте учтены все срубленные деревья. Учтены они строго по закону. Будет выделен компенсационный участок, на котором будет выполнено компенсационное зеленение. Здесь учтены все памятники археологии, культуры. Все согласования получены. Второй участок длиной в 5,5 километров пройдет от рощи до моста через Дон на Западном шоссе. Новая магистраль обеспечит транспортную связь западной части города с северным обходом Ростова и трассой М4 Дон, а также новые маршруты в Ливенцовке. И хотя трасса пройдет параллельно микрорайону, в областном Минтрансе уверяют, к шуму машин привыкать не придется. Трасса не будет мешать спокойной жизни. Проектными решениями вдоль жилой застройки на всем протяжении предусмотрено устройство шумозащитных экранов. Это было проверено в государственной экспертизе. Все расчеты подтверждены. На строительство западной хорды планируют потратить 30 миллиардов рублей и завершить все работы к концу 2025 года. Магистраль замкнет масштабный маршрут в 110 километров, который избавит южный мегаполис от транзитного транспорта. Анна Туполева, Виталий Ступаков, Дон-24, Ростов-на-Дону. Губернатор Ростовской области Василий Голубев распорядился направить из бюджета порядка 9,5 миллионов рублей на закупку оснащения для Центрального дома культуры в Слободе, Калач-Куртлак, Советского района, где на данный момент подходит к завершению капитальный ремонт. Об этом сообщает Донленд. Средства пойдут в том числе на приобретение светового, звукового оборудования, компьютерной техники и оргтехники, одежды, сцены, мебели, театральных кресел и штор. Планируется, что объект культуры начнет работу в середине сентября. Новые меры поддержки для обманутых дольщиков и переселенцев из аварийного жилья. При строительстве многоэтажек компании-застройщики будут предусматривать квадратные метры для таких категорий граждан. Соответствующий законопроект рассмотрели сегодня донские парламентарии на заседании комитета по строительству. Если соответствует, допустим, жилая площадь, если соответствует благоустроенность самой квартиры, внешних каких-то коммуникаций и так далее. То есть это дает возможность быстрее разгрузить вот эту очередь обманутых дольщиков. Также дает возможность на будущее для переселения из аварийного жилья людей уже в комфортное благоустроенное жилье. Также участники комитета рассмотрели поправки в закон, регламентирующий работу штрафстоянок. Согласно документу, на территории должен находиться диспетчерский пункт, специальные помещения для расчетов с владельцами задержанных авто, кабины туалета, контейнеры для мусора, системы видеонаблюдения. Люди не должны страдать. Люди должны комфортно и быстро получить свои транспортные средства, для того, чтобы это не было целой операцией по вызволению своей машины. Кроме того, считают депутаты областного ЗАГСобрания, эвакуировать нужно только те авто, которые действительно мешают проезду транспорта. В других случаях наказывать недобросовестных водителей штрафами. Облегчить жизнь россиянам должен переход Росреестра МФЦ на электронный документооборот. В новом формате они работают около месяца и уже понятно, что сроки рассмотрения и оформления всех документов заметно сократились. Вместо бумажных документы электронные, а вместо томного ожидания регистрации прав на дом или квартиру, хождение по разным инстанциям, лучше провести время с семьей. Росреестр и МФЦ перешли на безбумажный документооборот, чтобы облегчить жизнь россиянам. Сейчас каждый третий заявитель, а то и каждый второй, который приходит в офис МФЦ, это человек, который приходит за услугами Росреестра. И оказывать качественные услуги и быстрые, это наша непосредственно задача вместе с коллегами из Росреестра. Поездки по инстанциям, кипы заявлений, оформление документов. Все это могло длиться неделями, но не сейчас. Сроки сократились буквально до двух дней, рассказывает руководитель регионального Росреестра. Регистрация прав сегодня, например, по объектам недвижимости бытовой производится в течение одного-полутора рабочих дней. Соответственно, мы сейчас говорим о том, что документы поступают в МФЦ, там они проходят предварительную обработку, сканирование, после чего поступают в наши учетные системы. Потом в Росреестре эти документы обрабатывают и отправляют обратно в МФЦ, моментально, электронно. Остается только распечатать и отдать заявителю. Всю эту систему объяснили нотариусам, банковским сотрудникам и представителям застройщиков на круглом столе. Мы рассказываем о новинках, о нововведениях в законодательстве и обсуждаем те или иные вопросы, которые интересуют потребителей наших услуг, для того, чтобы сделать эти услуги еще более доступными и качественными. Такие семинары хотят проводить и дальше. Послушать их также смогут риэлторы и обычные заявители. Сергей Мирошниченко, Николай Кубышкин, Дон-24, Ростов-на-Дону. В Ростовской области стартовал конкурс проектов, направленных на благоустройство общественных территорий. На портале Донленд сообщается, что на конкурс представлено 64 заявки от 42 муниципальных образований Дона. Заместитель губернатора Игорь Сорокин отметил, что общий объем финансирования регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» составляет полтора миллиарда рублей. Общественные территории, набравшие наибольшее количество баллов, примут участие во втором этапе разработки проектно-сметной документации и получении положительного заключения экспертизы. Напомню, во всероссийском онлайн-голосовании по выбору приоритетных объектов для благоустройства в следующем году, которое завершилось 31 мая 2022 года, лидерами Донского региона стали общественные территории Таганрога и Ростова-на-Дону. Всего в голосовании приняли участие более 470 тысяч дончан. Донские парламентарии рассматривают дополнительные меры поддержки для бизнеса. Предложения заслушали на заседании Комитета по экономической политике. Традиционно с докладом на нем выступил бизнес-омбудсмен Ростовской области Олег Дереза. Он поднял проблемы, которые испытывает отрасль, и предложил способы поддержки. Депутаты рассмотрят их 28 июля на заседании ЗАГСобрания. Мы должны найти эти узкие места и те проверки, которые не имеют никакого смысла, отменить. Для государства это не только снижение давления на бизнес, от чего мы получим наибольшие эффекты, но государство в том числе будет экономить средства, ресурсы, потому что любая проверка – это достаточно дорогое мероприятие. Среди прочего бизнес-омбудсмен предложил поддержать импортозамещающие предприятия. Они могут получить преимущество на рынке, даже если зарубежные фирмы вернутся. Какая погода ждет дончан, узнаем далее, а сразу после. Понимают беженцев, как никто другой. Молдаване и Сургута не остались равнодушными к трагедии жителей Донбасса. Восьмидесятилетие битвы за Ростов. Новая книга пополнила Донской библиотечный фонд. В четверг управление погодой на территории Ростовской области перейдет к антициклону. Вместе с ростом атмосферного давления облаков станет меньше, а вероятность осадков устремится к нулю. В северных районах области переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью – плюс 13, плюс 18 градусов, днем – плюс 28, плюс 33. На востоке области переменная облачность без осадков. Минимальная ночью – от плюс 15 до плюс 20, температура днем – плюс 29, плюс 34. В южных районах переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью – плюс 14, плюс 19, днем – плюс 27, плюс 32. На западе области переменная облачность и также без осадков. Ночью – плюс 18, плюс 23, днем – плюс 27, плюс 32 градуса. В центральных районах переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью – плюс 15, плюс 20 градусов, днем – плюс 29, плюс 34. В Ростове-на-Дону ночью переменная облачность без осадков, ветер юго-западный 27 метров в секунду, температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Днем переменная облачность без осадков, ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду, температура воздуха плюс 31, плюс 33 градуса. Атмосферное давление будет расти и составит 754 миллиметра ртутного столба, солнечная активность умеренная, геомагнитное поле спокойное. Это новости на Дон-24. Мы продолжаем. Больше 2 миллионов 300 тысяч беженцев из Донбасса и Украины пересекли границу Ростовской области с февраля. Об этом сообщил Василий Голубев во время заседания Совета безопасности страны под председательством Дмитрия Медведевым в режиме видеосвязи. Вместе с коллегами провел совещание в Ростове-на-Дону. Многие из участников сегодняшнего заседания комиссии по миграционной политике там присутствовали. Встреча была, безусловно, очень полезной, поскольку были сразу обозначены те белые пятна, или, как иногда говорят, лакуны, которые существуют и в нормативном регулировании, или проблемы, которые на расстоянии не так видны. На данный момент в регионе находится около 73 тысяч переселенцев. По мнению Дмитрия Медведева, в России нужно создать единый центр по работе с людьми, эвакуированными из зон конфликта, а также полноценный реестр данных в сфере миграции. Нужно формировать полноценный межведомственный реестр данных в сфере миграции, о чем мы неоднократно говорили. Тут у нас тоже не все благополучно, а без такого реестра эффективная работа просто невозможна. Отмечу, на сегодняшний день в регионе продолжают работу 42 пункта временного размещения, в которых находится около 4,5 тысяч человек, в том числе 2 тысячи детей. 2600 километров. Такой путь проделали молдаване из Сургута в Ростов, чтобы доставить гуманитарную помощь беженцам из Донбасса. Говорят, понимают их, как никто другой. Самим в 90-е пришлось уехать в Россию из-за вспышнувших боевых действий на родине. Очень много граждан Республики Молова попросили временного убийства на территории Российской Федерации, потому что и мы прошли этот путь, и мы знаем, как тяжелы людям. Молдаване, уехавшие в 90-х из своей страны из-за боевых действий, не смогли остаться равнодушными к трагедии жителей Донбасса. Деньги собирали диаспоры Сургута, Нефтеюганска, Мегеона. Дальше 2600 километров и трое суток до Ростова. Тут купили и раздали 4 тонны гуманитарной помощи. Мы три молдавской диаспоры из Кантимасильско-Абтономного округа Югры, Сургут, Мелодия, Мегеон, Молдова, Нефтеюганский дом. Собрали 4 тонны гуманитарной помощи для Донбасса. Мы лично привезли две тонны гуманитарной помощи. Это тушенка, сахар, гречка, макароны, сгущенка. Дать пример других диаспоров в России, Молдавских диаспоров, и Таджиками, и Азербайджанами, чтобы действительно, есть люди, которые нуждаются в помощи. Спасибо большое. Там много, много, много. Это нужно вам? Конечно надо, нам все надо. И тут на это спасибо. Мир не без дорогих людей. Она нужна, потому что средств не хватает, чтобы нормально питаться. Благодарность большая, что отношения и помощь, это действительно неоценимо. Мы еще 18 февраля, в первый день эвакуации, выехали, потому что мы пришли тогда с работы, и началась сирена воздушная, и ребенок сильно, сильно в истерике был. Я поняла, что оставаться больше нет возможности. Надо выбирать либо спокойствие его, либо оставаться там. Помощь от Молдаван Ханты-Мансийского автономного округа выдавали в Центре гуманитарной помощи Ростовской-на-Дону-Епархии на территории Покровской церкви. Ее получили несколько десятков беженцев из Макеевки, Ясиновата и Мариуполя. Валентина Малащицкая, Сергей Вишняков, Дон-24, Ростов-на-Дону. Спасателей, вернувшихся из Донбасса, торжественно встретили в южной столице. На территории ДНР они помогали жителям, которые лишились водоснабжения. Ресурс доставляли на автоцистернах к социальным объектам. Вместе с тем спасатели тушили пожары в Донецке. Лишний состав выполнил все поставленные задачи. Количество сил и средств находится на сегодняшний момент также в боевой готовности. Смена проведена. Все выполненные мероприятия спланированы, выполнены. С 15 апреля по 24 июля выполняли задачи с водной группировкой от Ростовской области по доставке технической питьевой воды жителям города Донецкой Макеевки. За данный период было перевезено и роздано людям порядка 33 тысяч кубов. Наши земляки работали в ДНР три месяца. По возвращении их отметили благодарственными письмами. Добавлю, еще одна группировка остается на территории республики. В Донской библиотеке имени Пушкина к 80-летию битвы за Ростов Андрей Кудряков передал библиотекам города тираж собственной книги, посвященной событиям Великой Отечественной войны. Подробнее в сюжете. Победа в Великую Отечественную войну поистине доставалась дорогой ценой. Памятной страницей в истории Донского края является сражение советской армии за Ростов. По мнению Магомеда Дарсигова, депутата Ростовской-на-Дону городской думы, важно сохранить на века правдивую и честную историю войны, передавать ее подрастающим поколениям. И сделать это возможно благодаря таким авторам, как Андрей Кудряков, который в своем произведении рассказал о ратном прошлом города-воина, города-героя Ростова-на-Дону. Инициатива, которая была проведена мной и Кудряковым, скажем так, именно для того, чтобы наше подрастающее поколение знало историю нашей страны, нашего года, что терпели наши деды, прадеды, как сложно люди жили. И вы прекрасно понимаете, здесь хорошая фраза, у кого нету прошлого, но и будущего. На страницах книги истории ребят из студенческой роты городского ополчения, подвиги мужественных бойцов на фронте и в тылу. Рассказы, по словам самого автора, словно погружают читателя в то непростое время. В гущу рукопашной схватки за Красный городсад, в атаку с танкистами у поселка Чкаловский. Здесь и о молодежи, и для молодежи рассказ о студенческой роте, о тех ребятах-ополченцах, которые прямо буквально со студенческой парты, взяв в руки винтовки, которые никогда не держали в руках оружие, защищали свой город, свой университет, свои институты. Здесь об этом, здесь о собаках-истребителях танков, здесь об рабни поездах, здесь о том, о чем никогда не говорилось или говорилось шепотом. Теперь об этом смогут узнать читатели ростовских библиотек, и это действительно небольшой, может быть, и праздник сегодня. Яна Пилявская, начальник управления культуры города, уверена, зверства фашистов не должны оставаться безнаказанными, и нужно помнить и чтить подвиг наших предков и прадедов, ведь и современная Россия всеми силами старается не допустить распространения нацизма в мире. Важно понимать, в каком периоде сейчас историческом мы живем, что наши деды, прадеды защищали нашу страну, и наши воины современности сейчас также стоят на рубеже нашего спокойствия, нашего мира. В книге «Битва за Ростов. Южная столица в огне Великой Отечественной» большое количество уникальных фотографий, немецких и советских. Произведение Андрея Кудрякова доказывает – наш город – герой. Город, где ковалась победа в Великую Отечественную войну. Анна Бросимова, Евгений Клименко, Дон-24, Ростов-на-Дону. Срочную психологическую помощь необходимо предоставлять бесплатно. Кроме того, услуги психологов должны находиться в пределах правового поля. Об этом говорили за округлым столом представители исполнительной власти и психологического сообщества. Встречу провели в формате делового завтрака. Необходим федеральный закон, чтобы защитить людей от мнимых психологов, дилетантов и шарлатанов. А также, чтобы закрепить требования к специалистам и их социальную ответственность. Оказание психологической помощи сегодня абсолютно не урегулировано законодательством. Я считаю, что это катастрофа, когда любой человек может объявить себя психологом, выставить свою страницу в тех или иных соцсетях и оказывать людям на платной основе якобы псевдопсихологическую помощь. Иногда людей не только не выводя из ситуации психологического тупика, но и кратно увеличивая проблему. Сейчас настал тот момент, действительно, когда инициатива исходит уже не только от нас, от профессионалов, но и это такой вопрос социально-психологического состояния общества, который назрел. И мы понимаем, что в течение последних лет кризисы, с которыми столкнулось наше общество, они заставляют нас уже принимать какие-то меры, помимо тех, которые существовали ранее. Сегодня получить экстренную и бесплатную психологическую помощь можно по телефону доверия. В Ростове уже 27 лет успешно развивается кризисная психологическая служба «Молодежный телефон доверия». И в последнее время количество обращений увеличилось. Пандемия и специальная военная операция расширили и спектр запросов. Только в последний месяц службу обратилось более 400 человек. Моя основная задача не просто поговорить, обсудить и посочувствовать, а помочь. А как законодатель помочь я могу только внесением законодательной инициативы. Юридические перспективы для этого сегодня есть. Нам самое главное выработать ту профессиональную позицию, которая будет поддержана и нашими законодателями в регионе и будет иметь перспективу на федеральном уровне. Проект федерального закона об оказании психологической помощи уже разрабатывали в 2014 году, но его так и не приняли. Сейчас проект можно взять за основу, доработать и снова представить законодателям на рассмотрение. Вода есть в каждом доме, но не каждый знает, сколько пользы она в себе таит. Вокруг у нее ходит множество легенд и суеверий, но так ли это на самом деле, узнаем в нашем сюжете. Без еды мы можем прожить довольно долго, а без воды всего лишь три дня. Польза воды для организма человека уже давно доказана многочисленными исследованиями. Если взять топ-5, то первое – это шикарная кожа. Это нужное количество воды. Второе – это классные биохимические обменные процессы и энергия, то есть выделение энергии. Это два. Третье – это волосы, ногти. Это опять-таки биотин, белок, белковая составляющая. Четыре – это моменты, связанные с волосами. Если нужны красивые, хорошие волосы, обязательно нужно пить воду для нужного количества компонентов и омега-3 жирных кислот, которые также переносятся с помощью воды. И топ-5, конечно, это вообще энергетический обмен, то есть полное состояние и биосинтез всех процессов у человека. Воду используют и в церковных традициях. Исторически считается, что она представляет образ Божьей благодати, способствует восстановлению физических и душевных сил, очищает от скверны, оберегает. В церковной традиции святая вода называется агиасма, что в переводе на русский язык переводится как святыня. То есть то, что дает какую-то святость или какую-то определенную благодать через прикосновение, соприкосновение с ней. Святая вода появляется из традиции празднования крещения. Мы вспоминаем явление Господа на реке Иордан, погружение в него эту воду, где он взял на себя грехи мира для того, чтобы каждый человек в дальнейшем крестивший с него смог заключить с ним личный завет. А в дальнейшем это празднование сопровождалось освящением воды, окроплением жилища, окроплением всего того, что есть у человека. В церкви все имеющееся священное употребление обязательно освящается через окропление святой водой, как и сам храм при основании, при завершении строительства и в праздничные дни. Вода — это символ жизни, потому что вода дает нам жизнь, она из-за нее произрастает и растение, и человек стоит из воды, как мы знаем. Но в то же время вода является символом очищения. Мы знаем, что в иудейской традиции, и в языческой традиции, и уже позже в христианской традиции вода означает символ очищения только телесного, но и душевного. Вода не мутнеет и не светлеет от чтения молитв и не приобретает бактерицидных свойств в результате обряда освящения, так что она не может быть индикатором силы религиозной веры. Поэтому святая вода — это только часть обряда, с помощью которого верующие чувствуют себя ближе к Богу. Нужны новые маршруты и районные праздники. Как повысить туристическую привлекательность Ростовской области, обсуждали в Донском ЗАГСобрании на заседании фракции КПРФ. Депутаты выслушали доклады от представителей профильных министерств о нынешнем состоянии туризма на Дону и предложили разработать собственные рекомендации. Так, например, нужно создать рабочую выездную группу для повышения привлекательности отдыха в наиболее эколого-проблематичных местах области. Есть в области регионы, где туризм вообще не работает. Это в том числе касаясь Востокной области. Поэтому мы хотим, чтобы эти места тоже имели свою туристическую привлекательность. Находить изюминку. Ну вот, повторяюсь, есть же праздники. Вот день в Орловском районе, когда день Мака. Потом, не знаю, я был в Краснодарском. У них есть день соленого огурца. Поэтому всевозможные такие какие-то праздники делать, именно праздники муниципалитетов. На заседании фракции обратили внимание и на доступность туристических мест для людей с ограниченными возможностями. В том числе и для инвалидов-колясочников. Предположительно разработать специальные маршруты, полностью сделанные по канонам доступной среды. Был поднят и вопрос о позиции фракции по солидарному голосованию по вопросам повестки дня на следующем заседании ЗАГСобрания 28 июля. На этом пока все. Еще больше новостей в наших социальных сетях и на сайте don24.ru. Следующий выпуск в 17.00. До встречи.